Ребят, всем шалом! Ну что ж, вы включили видеоролик, увидели на обложке Большие Сестры. И казалось бы, а что в этом удивительного? Таких роликов выходило уже много, они выходят плюс-минус каждую неделю, иногда с задержкой, да, бывает. Смотрите, это не просто Большие Сестры, это Большие Сестры. Новый сезон. И, конечно же, кто как не Макаров Евгений Владимирович, его с вами посмотрит. Ну, конечно же, это я. Я не вижу смысла клоунадничать, придумывать какие-то шутки, сценки, да. Просто играет музычка, а я говорю то, что я считаю нужным. Дим, бахни вставочку и переходим к приветствию. Спасибо. Приятного просмотра, дорогие зрители. Друзья, всем привет, вы на канале Женек и с вами, конечно же, вот в этих замечательных бусах и футболке размера Эль Педро. Я очень рад вас всех приветствовать. Мы действительно с вами на новом сезоне Больших Сестер. Никто, по крайней мере в СНГ, как я думаю, не делал реакцию еще на это шоу. Приятно быть первым. Хотя, не знаю, какой смысл, ведь никто это не снимает, поэтому не знаю, с кем я гонюсь. Просто прикольно, на самом деле, увидеть это в первых рядах, потому что это относительно недавно, насколько я понимаю, вышло. И у нас есть возможность с вами это посмотреть. Это очень круто. Поэтому, ребят, ну я вам завидую даже чуть-чуть. То, что вы вот залетели просто на новый сезон. Реально завидую. Ребят, касаемо роликов, смотрите все потрясающе. Действительно, очень сильно радуют просмотры, комментарии, вовлеченность очень хорошая. Спасибо вам за это, спасибо, что цените мой труд. Я это замечаю, это чувствуется. И я бы мог еще говорить бесконечно куча разных слов проницательных, но все и так все поняли. Касаемо мерча, покупайте все превосходно. Напоминаю про то, что есть ссылка в описании. Переходите, заказывайте. И ТД. В целом, тут тоже больше сказать нечего. Ну и конечно же. Ну, ребят, ну куда без этого? Особенно это касается тех, кто не пропускает мои видео. Ну, точнее, не мотает его. Появляется, как обычно, 10-секундный таймер, который гласит, что как только он запустится, нужно поставить на видео лайк. Это самая простая плата за мой труд, которую я очень сильно ценю и которая очень сильно помогает моему каналу. Итак, старт пошел. Видите, секунды тикают. Берем, пожалуйста, если на компьютере, компьютер маус. Нажимаем кнопочку пальца, чтобы она стала белого цвета. Смотрите на Smart TV, не проблема, возьмите телефон, поставьте. Смотрите с телефона, не позорьтесь, ребят. Вселенная все видит. Кто бы что ни говорил, верите вы или не верите, вам аукнется и откликнется. Поэтому заряжайте лайк, бумерангом все вернется. Пропускайте. Ну, ребят, все потом увидите. Какая тварь. Все потом увидите. На самом деле, вот я это все говорю, это вроде мелочи, но реально просмотры увеличились. Реально, когда вы ставите лайк, люди с моего же канала видят этот ролик и взаимодействуют с ним чаще. YouTube так и пишет с этим роликом, взаимодействуют чаще. И так у меня на всех роликах, когда я таймер пускаю. То есть я смотрюсь, наверное, как клоун, который просто выпрашивает. Но, к сожалению, приходится это делать, потому что это работает. Все, кто это делает. И так, ребят, вам вообще огромный респект. В целом, все. Я очень много говорю, как всегда, как уже последние два с половиной года. Я желаю всем приятного просмотра. Самых-самых-самых позитивных вибраций, добра, улыбок и т.д. Большие сестры. Пятый сезон на ваших экранах. Это ли не сказка, ребята? Ну и, конечно же, забыл, извините, а это вообще самое главное. Ссылка на мой самый лучший Telegram channel будет в описании. Поехали. Большие сестры. Вот, смотрите, уже нет никакого трактора, никакого газона. Теперь мы перемещаемся в какой-то город с шестью высотками. Супер. Это уже было вообще похоже на Ухту. Ну ладно. Скорее бы уже уехать отсюда. Вернуться домой. Ох, ё-моё. Посмотрите, какая просто багира. Просыпаться в одной постели. Да вы и так просыпаетесь. Ну, правда, не в одной постели, потому что таких постелей не придумано на данный момент, но, по крайней мере, в одной палате. Это уже радует. Пожалуйста, вот посмотрите, у него вот стоят цветы на тумбочке. Это ему подарила Темми, что мы только приветствуем. Спасибо Темми. Калебу приятно. Да. Со дня свадьбы прошло два месяца. Я счастлива. Да, она очень похудела, кошмар. Ну, как я и говорил, плохо, что кожа висит, но с этим ничего не поделать, поэтому даже не назвать это плохо. Просто висит кожа. Скоро исчезнет, надеюсь. Скалебом. Он, пожалуй, лучше Темми Хэсбенд. Что со мной случалось? Мы не спим в одной кровати. Это небезопасно. Мы как будто соседи, снявшие одну квартиру на двоих. Мы с двумя детскими кроватями. Мне нравится быть Скалебом. С ним я не стесняюсь. Я спокойно пукаю при нем. Приятного аппетита, во-первых, всем, кто ест ребят. Во-вторых, это ли не может не радовать. Свадьбу отыграли, и наконец-то можно пукать. Ес. Все, как и планировали. Перед вами я вполне могу рыгать. Но вот пукать... Это уже... Да вы пропердели весь первый, второй, третий... И... ну ладно. Первый, второй, третий сезон точно. Про одни газы, блядь, речь шла. Что не произойдет? Эй, Тэмми! Прямо она. Ага, рыгает она только. Если бы ты только рыгала, дорогая моя. Другое. Люблю тебя. И я тебя. Все говорят, что мы с Тэмми милая парочка. Да, у него на самом деле, вот если вслушаться в его настоящий голос, да, без транслейтера... Очень прикольный голос. Такой, знаете, рэперский. Как будто вот он сейчас что-то будет читать. Вот у него прям... Не знаю, очень круто звучит. Хотя обычно... Давайте зачитаю. От таких, как мы, тошнит. Он, наверное, тоже недавно изучает английский, как я. Он просто, он с прогрессом, ни хрена себе. Ну все, хватит нежностей. Че я сейчас сказал, блядь? Даже не знаю, с каким прогрессом. Все, забудьте, пожалуйста. Привет. Вам что-нибудь нужно? Чтобы он встал? Кто? Знаешь, мне нужна одежда. Самое неудобное для молодоженов в реабилитационном центре, это... Поняли, да, это действительно самое неудобное, что там есть. Отсутствие уединения. Люди заходят к нам без стука. Наверное, если вы попросите заходить со стуком, вряд ли вам откажут, ребят. Просто на будущая подсказка. Куда ни посмотри, везде персонал или пациенты. Ты знаешь, никаких выходных. Пора в спортзал. Иди первый. Я полюбуюсь на твою попку. А там, знаете ли, реально есть на что любоваться. Он сейчас, когда вставал, я прям... Залип. Вот. Ну, иди. Я не понимаю, это ты... А, она сидит. Я думал, она уже внизу кровати просто. Мы с Калебом движемся к нашим целям. Калеб стал чаще ходить. А я вешал 195 килограммов. Меньше, чем за 15 месяцев я скинула... Просто обратите внимание, что она спокойненько встала. Ни ходунков, никакой трубки, ничего. И просто пошла. 130 килограммов. Каждый день... Ну, тут трубка уже появилась, ладно. Я меняюсь. Становлюсь лучше, сильнее. Покатились. Паровозиком. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Зацеп. Зацеп Байт Эмми. Я борюсь. Я же все-таки лев. Львица. Сколько делать? 30. 30? Да. Замучить решила. Еще одно очень важное событие. Мне вытащили трубку. Когда сказали, что ее вынут, я расплакалась. Серьезно. Да, вот, хотите в зал ходить, тело как-то подтянуть, берите, пожалуйста, пример Стэмми, отличная техника. Из-за этой трубки мне пришлось больше года... Просто что она делает? Я не знаю, наверное, людям с таким весом и это хорошо, и так, наверное, можно, понятия не имея, я не тренер. К сожалению или к счастью, тоже не знаю. Но это... Ладно. По поводу бегать я бы поспорил, но в целом, да. Кстати, как поживает... Калиб, знаете, как будто вот на этих вот тренажерах, которые у нас вот в России... Ну, не в России, я не знаю, может, они везде стоят, но, по крайней мере, я в России живу, поэтому говорю за Россию. Боже мой, сколько я говорю. А знаете, вот эти вот просто на площадках вот бабули сидят, вот эта тюк-тюк-тюк, амплитуда вот такая вот по два сантиметра. Твоя семья? Нормально. Хотя я многое пропустила. Дни рождения, семейные торжества. Итоговое сочинение. Хочу уже вернуться. Я стану еще более самостоятельной. Буду сама доставать одежду из шкафа. Сама мыть посуду. Готовить для себя. То есть, для нас. Да. Завтра Калиб встретится с врачом и узнает, вытащат ли ему трубку, чтобы он мог уехать из центра вместе со мной. Мне кажется, Калибу уезжать из центра, это просто... Ну, этого не нужно делать. Зачем? Можно просто навещать Калиба. А, ну хотя там такие расстояния бешеные, бля, но у него еще вес, мне кажется, просто критический. Но я боюсь, что трубку ему не вытащат. И ему придется остаться тут. Не представляю, как я поеду домой без мужа. Надеюсь, ты уедешь отсюда со мной. Так, пожалуйста, давайте ко мне Криса. Быстро на тарелочку моего красавчика просто. Моего победителя этого сезона. Точнее, вообще этого шоу. Знаете, самое интересное, что шоу «Большие сестры», ну, это Эмми и Тэмми. Но Эмми, вот мне уже вообще, если честно, неинтересно, что происходит. Не знаю, насколько это звучит хорошо-плохо. Не так важно, наверное. Просто вот она просто есть. Ничего особо не происходит. Ну, ладно, она, конечно, родила двойню уже. Ну, не двойню, точнее, а двух детей. Но, тем не менее, вес на месте. Скорее даже идет вверх. Бесконечные какие-то обещания. Ну, короче, как-то просто интерес пропадает. С каждой серией все больше и больше. Типа, ее как-то показывают, я как-то фоном послушал. Все, быстрее покажите мне, пожалуйста, Тэмми, Криса или даже ту же Аманду. Там хоть какой-то трэш все время происходит. Какие-то выяснения, споры. Идем фотографироваться. Вы готовы? Сегодня я, Гейдж, Гленн и Майкл идем в студию сделать семейные фотографии. Ну, по Майклу я скучалась, честно. Привет! Как поживаете? Хорошо? Привет! Проходите. Гейджу два года. Он обожает машинки и грузовики. Просто, посмотрите, это вылитый Майкл. Просто как же сильно похоже лицо у Гейджа. Готово. И проказничать. А Гленну шесть месяцев. И он у нас обожает роботов. Мне кажется, это тоже просто сидит маленький Майкл. А еще он очень похож на мамочку. Стой. Садись. Куда побежал? Гейдж, вернись. Вот так, отлично. А ну-ка иди сюда. У Майкла лицо просто такое, просто знаете, типа... Он просто как будто бы ва... Я не знаю, как будто он не контролирует ситуацию. Просто знаете, вот это вот... Вот хулиган. Стой. Иди, дружок. У нас с Майклом многое изменилось за эти месяцы. Готовы? Майкл почти не помогал после рождения Глена. Пришлось учиться держать одного ребенка на руках, готовя бутылочку для второго. Все. Можете вставать. Интересно, почему она не сказала причину, по которой он не помогал? Где он был? Есть? Бегал. Странно, но футболка сухая. Это вырезать им. Другие наряды? Да. Хорошо. Не таким я представляла себе материнство. Я думала, Майкл будет мне помогать. Гейдж. А вот посмотрите, пожалуйста, на Майкла. Он просто сидит вот так. Он ва... Я не знаю, от чего, правда, но как будто бы он устал. Стой. Не убегай. Блин, что это такое? Мне нравится быть мамой, но порой волосы на себе выдрать хочется. У меня столько хлопот, забота о маме, забота о сыновьях. Да еще Тэми скоро вернется. Как мне везде успеть? Мне кажется, он все просто. Знаете, пятый сезон, и он такой, я все. Я больше не могу. ...певать. Не знаю. Он даже не может уже нормально это произнести. Я рада, что Тэми возвращается. Но в то же время обеспокоена, потому что ей нужно внимание. И заниматься этим придется мне. Потому что последние годы именно я о ней заботилась. Итак. Ну, хватит. Моя жизнь полный хаос. Потому что некому поддержать. Гейдж, сюда. Я готовлюсь к приезду Тэми. Бегаю за детьми, ухаживаю за Майклом. Это очень тяжело. Можно салфетку? Спасибо. Все хорошо. Не волнуйтесь. Несите его сюда. Мне нравится, что как бы она говорит про то, что Майкл не помогает. Но при этом никогда никакой причины нет. Просто типа, я делаю все одна. Но Майкл как бы тут. Он что-то ходит. Смотрит по сторонам. Смотрит на перекрытие. На потолки. На что-то еще. Просто он есть. Все. Но раньше он хотя бы как-то там, не знаю, улыбался. Что-то говорил. Сейчас просто... I don't know. Пока непонятно. Майкл, ты собрался уходить из семьи? Скажи просто сразу напрямую. Оп, взяла пистолетик. Аккуратненько. Надо его положить в кабру. А, это вот такие вот. У нас есть инструменты вспомогательные. Я здесь уже 14 месяцев. Какой тяжелый. После удаления трубки, мне можно домой. Сегодня Калеб узнает у врача, достанут ли ему трубку, чтобы он поехал домой вместе со мной. Я отошел на минуту к врачу. А ты? Вижу, уже собралась. Ну что? Ну? Ну, по лицу как будто бы нет. Меня пока не отпустят. Врач говорит, рано вытаскивать. Мне было тяжело сообщать Тэмми, что я не смогу уехать с ней домой. Это больно. Ты мне нравится, что у него здесь уже просто как у Пушкина прическа. Я не хочу быть обузой. Но я как будто подвел тебя. Брось, это все глупости. Знаю, я бы ни за что не попросил тебя остаться. Я хочу домой. Я хочу домой. Я не знаю, что делать. Я готова ехать домой, но я переживаю из-за Калеба. Если честно, я не знаю, хватит ли у него сил справиться со всем этим. Блин, ну конечно, это грустно. Гейджи. 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 Надеюсь, нет. Все двухлетки Гейджи очень подвижны. Даже слишком. Ты куда? Ты цел? Ладно. А вода-то холодная. Привет, стерва. Отличное начало диалога. Гейджи. Гейджи. Поздоровайся. Скажи привет. Знаете, именно такое затяжное... Привет, тетя Тэмми. Приветик. Да. Да, пока. Заметила изменения? Тебе достали трубку. Ну и дыра. Я сразу обратила внимание. Хорошо, что Тэмми тащит свой жирный зад домой. Мне не хватает приятеля. Взрослого. Чем хочешь заняться, кроме тискания малышей? Посплю на кровати. Ясно. Главное, чтобы осталась... А так она спала все это время на бетоне. ...восьместо для Гейджа и Глена. У меня квинсайз. Нет, этим карапузам нужны две кинксайз. Как там Калиб? Нормально. Но домой я поеду без него. Что это за слово, ребят? Унэйтили. Унфортунэйтили. Унфортунэйтили. Он не будет... О, п***ь. Жаль. Может, это ненадолго. Если пока ему в центре лучше, тогда пусть будет там. Только он должен постараться. Да. Они оба должны думать в первую очередь о себе. Пусть Калиб сам за себя отвечает. Я все прекрасно понимаю. Когда-то она была Калибом, а я была мной. То есть... Ею. Я была Ею. А она Калибом. Пусть вспомнит об этом и поймет, что сейчас она там, где была я. Теперь ей мучиться с... Да я думаю, что они все это прекрасно понимают. Вопрос в том, что у них вот сейчас вот эта вот морковно-любовная история на невероятном просто пике. Только прошла свадьба, и вот они разъезжаются. Я как понимаю, там от дома до этой клиники ехать типа 6-8 часов на машине, либо лететь на самолете. Что в целом, скорее всего, пока что невозможно. Ну, то есть на машине. И это не так легко встретиться. Это звучит так типа, ай, ладно, сяду, приеду. Да, пожалуйста, можно еще 19 кругов объяснения? Мы, блядь, не поняли еще. Каково было с Тэмми? По 500 раз на дню хотелось драть на себе волосы. Странно, что я не облысела. Я рада, что ты возвращаешься. И дело не в детях, я соскучилась. Тебя долго не было. Знаю. Оставить мужа здесь – одна из сложнейших задач в жизни. Но я хочу домой. Я готова вернуться. Мне уже пора. Ладно. Люблю тебя. Скажи «пока». Скажи «пока». Пока. Вы закончили? Затилаем. Горжусь вами. А пацаны все больше. Просто стабильно здоровые кабаны. Натан и Джастин. Ребят, не сдавайтесь и пробуйте набирать с каждым месяцем хотя бы по 5 кг. Мы такое не любим. Помнишь, что тот чел просто челку не стриг никогда в жизни. Я знаю, что вы не любите убирать кровати, но это ради тети Тэмми. Вот умнички. Тэмми наконец вернется домой спустя 14 месяцев. Я так рада. Последний раз мы виделись на ее свадьбе. Тэмми будет жить в моем старом доме. Крис, божечки ты мои. Слушай, ее дом ограбили. Хотя бы не надо будет продавать его. Ох ты боже, что мой, какой красавчик. Посмотрите, еберный нахрен. Как дела? Как мне нравится Крис. Это просто, б***ь, это герой этой программы. Ну реально, вот я понимаю, что там до сих пор, наверное, очень много лишней кожи, но он уже выглядит, как, знаете, такой просто мужичок в теле. Ну, может быть, чуть-чуть с перебором, но, б***ь, просто вспомните, что было. Я вот реально горжусь им просто каждую серию, когда я его вижу. Вот искренне, честно хочется вот это говорить. Он настолько прикольный чел. Когда Калеб приедет, они будут тут кувыркаться. Услышите скрип, не приближайтесь. Тэмми испытывает множество эмоций, оставляя Калеба в рехабе. Зато у нашей королевы будет свой собственный Реднековский замок. Работы много. Вы готовы? Установка посудомойки, двух вентиляторов. Я выставлю посуду. Нет, она сама расставит посуду. Мы всю ее жизнь обслуживали ее, чтобы ей было проще. Поэтому пусть теперь она эту чертову посуду сама расставит по местам. Мать вашу. Сейчас она на том этапе, когда может быть самостоятельной и сама себе помогать. Волнуйся за нее. Ведь в центре она жила в среде, где для нее делали все. А здесь ей придется все делать самой. Приедет, а там мы посмотрим, что она может, а что нет. Когда она вернется домой, у нее будет больше возможностей делать то, чего она не делала раньше. Да. Меня волнует ее любовь к ресторанам. Питаясь в ресторане, часто съедаешь лишнее. Пусть поступает как знает, но мы должны помогать. Крис, есть такая опция не заказывать, допустим, порцию, где есть килограмм соуса. То есть можно взять какой-нибудь салат. Как это, да, салат? Греческий салат. Можно съесть его очень много. Возможно, будет плохо и так делать не рекомендуется уж точно. Но, по крайней мере, не останется потом вот такой вот слой жира в организме. Ну, я сейчас, конечно, бред несу. Не знаю, как это на самом деле работает правильно. Но вы понимаете, про что я говорю. Есть нормальные блюда, которые, наверное, можно даже иногда и переесть. Опять же говорю, это нехорошо, но не останется в тебе это все. Но я просто вспоминаю их походы в ресторан, поэтому да. Просто надо заказать другую еду попробовать. Можно попробовать. Супер. Сколько раз, я сейчас скажу, попробовали? Ей, в выборе. Чтобы она не покупала лишнего. Я беспокоюсь, что Тэмми вернется к старым своим привычкам, гулянтам, ну и так далее. Поверьте, в мире миллион причин. А прикиньте, они первый же вечер хотят ее навестить, а там вот те ребята с третьего сезона, которые просто вечно с этими сошкидишечками, с коктейльчиками, и она такая... Почему все может пойти не так? Минус уши. По инструкции будешь или на глазок? На глазок. Нужно укрепить пандус, чтобы он выдержал вес Тэмми. У Тэмми с пандусами связано непростое прошлое. Я сразу же вспомнил этот момент. Это такой был ужас негативный. Попробуешь зайти? Боюсь, у меня не получится. Ты многое теряешь. Да мне плевать. Мне нехорошо. Скорую вызвать? Я скажу, если мне понадобится скорая. Она стала на 90 кило легче. Как минимум. Бог даст, она вполне сможет встать и сама взобраться по этому пандусу. Мы с Мистей хотели сказать тебе... Что? В общем, мы ходили на прием к доктору Смиту. Ясно? Нам остался еще один прием, а потом будем ждать его решения. И назначение даты операции. Прошло почти 8 лет с тех пор, как мне сделали шунтирование желудка. За это время я успела пойти по кривой дорожке и набрала несколько килограммов. Поэтому она решила просто сделать еще одно шунтирование желудка. Мне нужна помощь, чтобы скинуть то, чего я достигла. Так себе достижение. Слово-то какое. Я не знаю, как еще это назвать. Я набрала вес. Мне вообще нравится то, что здесь появляются какие-то герои, но я об этом уже говорил не раз. И они такие, ну раз мы в это передаче стали героями, тоже пойду к доктору Смиту и тоже сделаю бариатрическую операцию. Ребят, можете просто в ряд вставать, особенно вот тех двух друзей, которые кровать застилали. Вот их в первую очередь, пожалуйста, умоляю, сбери челку, чтобы он просто хотя бы видел, с кем он разговаривает. И сразу же этот... Ну я челки не осуждаю, естественно, это шутка. Но шунтирование это не шутка. Вот, ребят, отправьте лучше. И мне нужна коррекция. Так и скажи. Разжирело. Я хочу слезть с инсулина. У меня был тот же самый стимул. Единственное, что мне осталось сделать, пройти никотиновый тест. Я могу покурить за компанию, а вот Мистик курит, сколько я себя помню. Мне будет тяжело бросить. Я скучаю не то, чтобы по сигаретам, а вот по этому движению. Понял, спасибо, приняла, Манда, отлично. И поэтому тоже. Будем знать, спасибо за информацию. Вы понимаете, что мы все прошли этот путь к операции, чтобы стать стройными. А лучше всего, знаете что? Что? Семейные ужины подешевеют. Через пару недель я тоже пойду к доктору Смиту. Нет, тут, конечно, мне нужна пояснительная бригада в комментариях тех людей, которые реально знают, что они отвечают. Ну, то есть, знающие люди в этой области. Я не понимаю, реально вот о Манде и... Всегда забываю имя, слава богу. Вот этой подруге. Реально нужна операция? Ну, то есть, это же просто, мне кажется, можно как-то питанием наладить. Или это не так работает, я не знаю. Объясните, пожалуйста. Мне правда это интересно. И очень надеюсь, он одобрит мне операцию по удалению кожи. В нашей семье происходят важные события. Мэнди и Мисти тоже решили похудеть. А теперь вот и Тэмми возвращается домой. Думаю, Тэмми будет рада, что вся семья следует ее примеру. Да. Но самое важное, у нее теперь есть муж, который пока останется в рехабе. Справится ли она? Тэмми говорит, что готова быть независимой и самодостаточной, и я рад за нее. Но в то же время я опасаюсь того, что она может быть не готова оставить Калиба. Боюсь, у нее может начаться депрессия. Да, ей придется нелегко. Мда. Три дня спустя. Думаешь, она справится, оставив Калиба в центре? Это будет одним из самых страшных испытаний для нее. Сегодня мы с Бриттани едем в Огайо забрать Тэмми из ее заточения на волю. В какой-то момент мы даже не знали, выживет ли она, но наползком, брыкаясь и ругаясь, добралась до похудения. Я безумно рад возвращению моей сестры домой. Итак. На камеру походка смешная. Готово? Мы тут. Готово? Я такой пернатый спецназ залетел. Увести ее? Да. Я тоже. Ох, е-мое, какой там персонаж, посмотрите. Наконец, заберем ее домой. Ну, привет. Хеллоу, придурок. Отличное приветствие. Ковбойша на каталке. Иди сюда. Ты молодец. Да. Когда я привез Тэмми сюда 14 месяцев назад, она... Ох, е-бать. Я аж забыл уже это все. ...навесила больше 300 килограммов. 325. А сегодня... Да у нее даже глаза, блядь, уже посмотрите, она просто... Блядь, какой ужас. ...навесила больше 300 килограммов. Она поднялась с кресла каталки и крепко меня обняла. Невероятно. И трубку тебе, наконец, вытащили. Тэмми, я очень горжусь тобой. Ты многого добилась. Выглядишь супер. Да, точно. Да, она вот без прикрас, без приколов. Вот на контрасте, конечно же, выглядит сейчас супер просто. Я, если честно, не припомню, чтобы ты когда-то была стройнее, чем сейчас. У Криса от удивления аж челюсть отвисла. Стоял и не знал, что делать. Как неприкаянный. Приятно ей, приятно, конечно же. Ну, куда без этого. Моя сестра молодец. Готова ехать? И да, и нет. Калеб остается. Я понимаю, это неприятно. Но ты также должна понимать, что любовь — сильный мотиватор. Мне пора уезжать. А на душе абсолютное смятение. Я в ступоре. Ребята, я закрою окно. Меня сейчас просто сдует, заморозит здесь. Я закрыл окно. Поздравьте меня. И не представляю, когда... Только не забудьте, пожалуйста. В следующий раз смогу увидеться с Калебом лично. Но почему все не может быть иначе? Почему он не может уехать со мной? Вот поэтому. Тут не нужны никакие комментарии. Просто смотришь, как он заехал в палату, и ответ уже, как говорится, вот тут прям на языке. Чувствую себя размазнёй. Я понимаю. Встреча с тобой была лучшим событием моей жизни. Я буду скучать. Сделай так, чтобы трубку вытащили. И приезжай ко мне. Вы вообще представляете, насколько сильно они уже... Ну, Тэмми так уж точно, Калеб, ну, молодец тоже, видимо, привыкли к камерам. Для них камеры, как мне кажется, уже просто что-то такое фоновое и незаметное. Потому что они выражают эмоции, говорят о чём-то таком, знаете, возможно, даже сокровенном. Вот эти вот слова со слезами на глазах, типа, ты лучшее, что было в моей жизни. Ему вообще по***ть, что камера. То есть там же стоит оператор. Сто процентов стоит человек, который светит светом. Световик. И, возможно, ещё два звукаря каких-нибудь, которые всё это контролируют, типа, есть ли звук или нет. Что-то они, наверное, перезаписывают. Это, мне кажется, просто с ума можно сойти. Типа, ты живёшь всегда под камерами. Это как бы и круто, что они адаптировались под это. И с другой стороны, мне кажется, так жёстко, типа, все вот эти вот разговоры, всё это фиксируется. Ну и с другой стороны, ещё круто, что потом это можно будет пересматривать всегда. Я хочу уехать с тобой, но... Ну это к вопросу о том, что, знаете, я там на шоу прихожу на какое-нибудь, вот, допустим, последнее, что было мы там с Эльдаром. Я всё равно сижу и такой, так, как себя вести, а что делать? И вот тут всё вспотело, потому что какие-то люди сидят, что-то ждут. Это вообще жесть на самом деле. А они просто живут, плачут. И вот тут, блядь, операторы ходят. А по***ть. Не хочу быть обузой. Ты не обуза. Не смей так думать. Вот и всё. Последний раз я вижу Тэмми в этой комнате. Последний раз я держу жену за руку, целую её. А в голову так и лезут дурные мысли. Она тебя бросит. Ты недостаточно хорош. Отличный настрой, Калибр. Я написал стих. Посвящается жене. Ну вот, типа, даже стих зачитать, это пи***ц вообще просто. Подсолнух. О, мой подсолнух. Она реально подсолнух. Бог тебя посадил, как и многих других. Но ты суждена Богом мне. О, мой подсолнух. На зелёных полях. Что есть сама жизнь. Которую ты вдохнула в своего мужа. Прикольно. Наверное, на английском это всё звучит прикольно, с рифмой, с переводом просто. О, мой подсолнух. Тебя посадили на зелёных полях. О, мой подсолнух. Ты вселила в меня душу. Ну хорошо, ладно. Красно. Ну на самом деле прикольно, молодец. Ты мой подсолнух. Это мы поняли уже. Я приеду. Я приеду домой. Не знаю как и не знаю когда, но я приеду к тебе. Я обрёл в этом заведении любовь. Но теряю её. Меня пугает неизвестность, ожидающая нас. Я рад за Тэми. Но в то же время боюсь. Люблю тебя. Правда. Я так тебя люблю. Готово? Поехали. Е-е-е, там просто целая больница. Нужно ещё было дорожку постелить красную. Хочется плакать. Так задумано. Придурок. Приятно в последний раз ехать по коридору в качестве пациента. Молодец, Тэми. Люблю тебя. А я всех вас. Я уезжаю отсюда домой со всем другим человеком. Я сильно изменилась. Встретилась здесь мужа. Рехаб спас мою жизнь. Какой мокрый поцелуй. Да ладно. Я очень горжусь Тэми. Там ещё одного пацана чуть засветили. Я просто не представляю, как это возможно. Я даже хотела бы быть, как она. Вот он сидит. Тут даже вот он сидит, а такое ощущение, что он стоит. Вот в чём проблема. Посмотрите. Это источником воодушевления для окружающих. Жаль, что она уезжает домой, но я очень рада за неё. А там посмотрите. Ладно, всё, зачем я на это всё обращаю внимание? Боже мой. Спасибо всем и каждому. Я добилась этого благодаря вам. Я люблю вас. Мы тебя любим, Тэмми. Сладкая горечь. Отличное выражение. В таком месте, как это, ты стремишься на волю. Тэмми смогла. Горжусь тем, что она моя жена. Она моя муза. Люблю тебя. И я тебя. Это не навсегда. Ещё увидимся. Увидимся. Я люблю тебя. Я тоже тебя люблю. Выходишь на своих двоих. Порядок? Да. Теперь открывай дверь. Тэмми встала с кресла каталки и самостоятельно вышла из центра. Впервые вижу, как она ходит. Да, у меня аж мурашки. Прикольно она подошла, спокойно открыла этот. Крис просто ва***. Тут других слов не подобрать. Очень круто. За три года. Погоди, я сейчас. Ладно. Сможешь? Ну как? Получается? Крис надеялся, что я помещусь на заднем сиденье. Я так не думала. Давай же. Да, подними её. Со спиной не будет никаких проблем. Сто процентов. Ну вот, получилось. Ты смогла? А, реально, п***ь, она села просто на сиденье. Не провалилась, как обычно, когда они убирали сиденье, а просто села. Это легендарный додж. Легендарный. Я про машину. Я смогла. Я поместилась. И небольшой кислородный баллончик. Пускай будет. До сегодняшнего дня мы откидывали сиденье и я садилась прямо. Во-о-о-о-о! Это просто легендарные хайлайты. Прямо на пол. Было неудобно. Простите. И небезопасно. Я просто с этого всё начинал. И с 2021 год. Мне снесли ролик. Это, наверное, реально серия первая, вторая. Это просто такие тёплые воспоминания. Облако похоже на окорочок. Проголодалась? Нет, правда. Это я тоже помню. Дэми! Последний раз ездила в машине на автомобильном сидении где-то лет 15 назад. О чём думаете? Я поместилась. Конечно, пришлось постараться, чтобы сесть сюда. Но я смогла. И я сама дошла до машины. Без ходунков. Чёрт, я сейчас разревусь. Это всё я. Я сама. Ну, то есть, мне, конечно, помогли. Но я сама всего добилась. Я смогла. Временами я сомневалась в себе. Но я смогла. Простите, что расклеилась. Ну всё, можно ехать. Да, прикольно. Очень трогательно, на самом деле. У меня даже мурашки пошли опять. Наши вкусняшки. Где они? Они позади Тэмми. Я не достану. Придётся выйти, видимо, Крис. Такова жизнь. Я не дотянусь. В этой машине невозможно ничего найти. Я даже не представляю, каким образом мне удалось впихнуть в мини-вэн все вещи Тэмми. Думал, придётся привязывать её к крыше, чтобы отвезти домой. Тэмми, как дела? Порядок. Устала? Да. И есть хочу. Есть? И, кстати, я тоже проголодалась. Да, блядь, ну так выйди, забери, ну ёб твою мать-то, а я не понимаю, сидит с такой недовольной миной, кошмар. Прям, ну вот, человек просто негатив вливает в машину. Но вкусняшки слишком далеко. Можно остановиться, выйти и забрать. Повторяюсь ещё раз. Тэмми, сообщи Эмми, что ты поместилась на сиденье. Это действительно важное событие. Да. По видеосвязи. Ладно. Алло? Ты какаешь? Уже покакала. Спасибо за информацию. Пукнули, нет? Рыгнули сегодня? Как там у вас вообще? По настроению скажите, просто чтоб мы знали сразу же. Мы как раз съедим. Потрясающе. Чего хотела? А я на сиденье. Потрясающе. Ну ты даёшь. Вот это событие. Именно мелочи делают нашу жизнь прекрасной. Которые мы принимаем как должное. Понадобилась ступенька. Ну, хоть маленькая, но всё-таки победа. Я вышла из дверей центра. У Бриттани, посмотрите, единственное, что написано на лице, типа... Он не достал мне сладости. Не достал мне сладости. Самостоятельно. Без чьей-либо помощи. Поставила точку. Отлично. Ну ладно. Поговорим, когда вы вернётесь. Ладно. Люблю тебя. Попутного ветра. Пока. А, уже зима. Ни хера себе тут просто этот... Хоп, и зима. Итак, идея такая. Натянем эту ленточку вон там, чтобы она... А, или была зима. Ладно, всё, забудьте, пожалуйста. Она пафосно прошла через неё. Тэмми возвращается домой. Не думала, что этот день когда-либо настанет. Я нервничаю из-за хлопот, которые навалятся. Но я ко всему готова, лишь бы вновь увидеть сестру. Мы все быстро втянемся. Последний год рядом постоянно кто-то был. Ей придётся привыкать к самостоятельности. Да, тут не поспоришь. Ничего, будет учиться. Тэмми понадобится помощь. Она ведь не привыкла к готовке, уборке, к стирке. Бьюсь об заклад. Если ей что-то понадобится, делать это буду я. Я ведь и раньше ей помогала. Хоть я и рада тому, что увижу сестру, но где мне найти время на все свои дела? У меня ведь и так забот по горло с мамой и детьми. Да, такое сотрясение воздуха и столько паники. Как бы даже непонятно ещё, как вообще это всё будет выглядеть. А уже сразу же, ой, мне придётся то, то, то. Да может ничего не надо будет делать вообще. С мужем. Ну или минимально, ну вы поняли. Меня вот что беспокоит. Вы с Амандой любите собачиться по поводу и без. Как вы будете жить вместе? Как? Мне нравится, что сменились очки, посмотрите на какие. Просто пиздец. Они не живут вместе. Ладно, жить поблизости в одном городе. Я переживаю. Дети Аманды пьют, а моя тяга никуда не делась. Осталась тяга к алкоголю и сигаретам. Я боюсь, что не смогу противиться соблазну. Соблазны, конечно, будут. Я боюсь сорваться. Это твой дом? Да. Пусть уважают твои нужды и желания. Если не смогут, то пусть тогда они приходят. В прошлом году я восемь месяцев подряд пила и была под кайфом. Утром, днем, вечером, целыми днями напролет. Это для нее? Не знаю. Она меня просила. Подождите, дайте мне хотя бы... А что? Гуляем. Пошла в разнос. Да, было дело. Я уже даже забыл, что два коктейля влетало одновременно. Но вернувшись, я хочу установить правило. Никаких сигарет и спиртного в доме. И точка. Тэмми, ты видишь мир под совершенно другим углом. Смотришь на землю, а не на небо. Целую вечность готова смотреть. Я немного всплыла со дна. Я сказала, немного. Не помню этот пруд. Я же говорю, ты не видела землю. Точно. А вот и они. Вот дает. Тэмми ехала на сиденье, а не на полу. Я знала, что она похудела. Но, видимо, не осознавала, что она действительно там поместится. Да, прикольно смотреть за реакцией семьи. Это потрясающе. То есть я реагирую на то, как... Сестры реагируют на свою сестру. Супер. Вам помощь нужна? Тэмми чудесно выглядит. По всему телу кожа хлопает. Не думала, что буду рада видеть лишнюю кожу. Я и забыла, что ты карлик. Заткнись. Вечно забываю, что она коротышка. Подтяни штаны. С возвращением. Давно не виделись. Штаны сваливаются. Я это заметила. Извини. Закину другую. Приятно вернуться на этот диван? Два. Слушайте, ну вот скажите честно, уже даже и нет такого какого-то, знаете, прям дикого контраста. Похудея, конечно, Эмми, но... Все, пропало вот это типа... Ух, еб... Все, уже даже не хочется это говорить. Просто... Слегка пухленькие сестры. Года назад я почти на ней сидела. Ебануться на головой. Еб твою мать. Мы были огромными. Дезодорант. Забыла? Наверное. Нет. Он закончился. О, боже. И через ленточку с возвращением. А пандус выдержит? Не знаю. Но мы с Джастином на нем скакали. Меня беспокоит, сможет ли она подняться по пандусу. У нее страх перед ним. Но только так она сможет выходить из дома. Эмми, открой дверь. Глядите-ка. Не убирай. Они мне нужны. Без пандуса сама прошлась. Ой, без этого. Без ходунков. Обалдеть. Так резво поднялась. Будто завалить кого хотела. Все с дороги. Я писать хочу. Тэмми вернулась. Мне все еще до сих пор интересно с первого сезона, как выглядит унитаз. Из-за меня одного это волнует. Все вздохнули с облегчением. Наконец, она дома. А чего так долго-то? Иди в пень. Поздоровайся. Иди ко мне. Гейдж, не задави никого. Как дела? Как дела? Это новый Кадиллак. Осторожнее. Гейдж. Нравится. Вот разошелся. Эй. Как тебе на воле? Странно. Странно? Терпеть нас? Это... Просто... Ошеломляет. Да неужели? Гейдж, вылезай оттуда. Молодец. Спасибо. Юноша. Успокойся. Сразу видно, что Тэми ошарашена. Да я, в общем-то, тоже. Гейдж проказничает и сходит с ума. А Майкл... Ребят, я уже комментировал, но я просто не знаю. Это что? Чел просто, посмотрите, он просто потерян. Он вообще не понимает, где он находится. Такого раньше не было. Он просто в залипоне куда-то вот, типа... Ну ладно. Ни черта не делает. Сидит и хлопает глазами, как болванчик. Как видишь, здесь много коробок. Мы думали, ты сама захочешь разложить все. Посудомойку потом установят. Мне вытащили трубку. Ах, да. Родные впервые увидели меня без трубки. И даже ничего не сказали. Вот грубияны. Я поглядывала тайком. Просто не хотела, чтобы тебе стало неловко. А ей похуй. Она просто... Вот, смотрите, видите, дырка. Она заживает. Все супер. Гордится. Тебе больно? Нет. Можешь потрогать. Да, потрогай. Это просто кожа. Потрогай. Я лично хочу посмотреть. Дай руку. Я оставила такие. Я и сама могу потрогать. Меня тошнит. Давай. Так странно. Туда можно посадить пока что Гейджа. Напугал. Меня чуть... Не засосало туда. Я сейчас описываюсь. Боже ты мой. Я и чуть горло не перебила. Теперь Эми. Нет. Вот трусишка. Даже не смотрит на меня. Один глаз на Криса. Он еще тоже шутит на ее глазами. Я думал, только я. В чем дело? Аманда, ты обидела ее? Переборщила? Я жутко комплексую из-за своих глаз. Ага, бля, ладно. Я думал, это такая типа открытая шутка какая-то. Извини, Эми, если что. А они вечно подшучивают. А это ведь очень неприятно. Да, у меня такие глаза, и этого не изменить. Я никогда не буду красивой. Мне больно слышать ее насмешки. Это ее больное место. Пойду успокую. Можешь надо мной постебаться. Они не упускают момента подколоть меня. Не ходи, она расстроена. Да ладно, мне не впервые. Аманда это просто, знаете, какой-то амбал этой семьи. То есть она, ну понятно, что там веса лишнего много. Но она такое ощущение, что просто вот здоровая. Я не знаю, она просто встала, сейчас просто шкаф. Мне надоели их шуточки. Иди ты к черту. Перестань пороть чушь. Ты смеялась надо мной. Ничего подобного. С меня хватит. Думаю, Эми просто перенервничала, и все. У нее и безвернувшийся Тэми забот полон рот. Тэми в будущем наверняка понадобится помощь. И Эми боится, что эта обязанность упадет на ее плечи. А я не уверен, что дома ее есть кому поддержать. Я тоже не уверен. Максимально не уверен, ребята. Посмотрим, насколько Эми у нас выносливая. Извините, что все испортила. Можете и меня высмеять. Я никогда плохого про тебя не говорила. Я тебя больше всех поддерживала. Я тебя не высмеиваю. Так что не надо. Почему ты унижаешь меня? Я не давала тебе поводов как-то высмеивать меня. Эми, мы просто пошутили. И я вечно оказываюсь крайней. Мне кажется, это Эми просто в охуях полных. А просто так, куда я приехала? Что за дурдом? Где Калиб? Где тишина в палате? Но это же была просто шутка. Господи. Она выставляет меня злодейкой. Никем я тебя не выставляю. Нет, выставляешь. Почему ты вечно затканете? Да, я рекомендую чуть-чуть побольше орать, когда у тебя ребенок просто вот тут. Типа, ты прям в ухо ему орешь. Вот это реально супер. Ты тоже болтаешь, что ни по поде. Что? И когда я кого-то из вас высмеивала, я никогда ничего плохого о вас не говорю. Я всегда добра к вам. Иди домой и успокойся. Пока. С возвращением, Тэмми. Да, это супер. Вот это ты вовремя сказала. Я разочарована. Вместо того, чтобы сосредоточиться на моем возвращении, они решили обижать друг друга. И пусть не суется ко мне, а то я как... Да, знаете, уже это так выглядит, как будто Тэмми такая супер проработанная. Спустя 14 месяцев приехала и такая... Какой же это ужас. Типа, ничего не поменялось. Все такие же. И все ругаются друг на друга. Супер. Следует ее прописочью. Просто не лезь к ней. Я не хочу показаться эгоисткой, но... Сегодня мой день, а не их. Да я бы даже не сказал, что это эгоизм. Ну, типа, так и должно быть, мне кажется. Человека не было больше года дома. Больше года. Причем обидно, что никто не спросил про Калибу. Вообще ни одного вопроса. Никто ничего, по сути, не узнал. Она даже сама указала на то, что у нее трубку убрали. Вот и все. Сразу же придумал название. Большие сестры-свинское отношение. Я считаю, что это заслуженное название. Слава богу, я до этого додумался. Ну, как бы я гений. Ладно. Ребят, серия подошла к концу. Спасибо всем тем, кто досмотрел. Отвечайте обязательно на вопросы, которые задавал ранее. Особенно по Аманде. Потому что мне интересно, типа, зачем ей бариатрическая операция. Я пока не понимаю. Очень рад тому, что у Тэмми есть изменения. Это реально круто. Да и в целом, просто серия очень прикольная. Полна эмоций, так скажем. Спасибо огромное за просмотр. Я вас ценю, целую, люблю, обнимаю, сердечек прижимаю и так далее. Хватит нежиться. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Все, ребят, встретимся послезавтра. Спасибо за просмотр. Пока.